Хватит уже мне рассказывать сказки. Да это не будет так внезапно, ты не волнуйся, я не такая идиотка. Постепенно ты будешь отдалять его от себя. Всевышний, пожалуйста, Всевышний, дай мне сил. Пожалуйста, Всевышний, дай мне сил держаться. Ну что у тебя, дорогая, ты подготовила сумку? Да, подготовила. В полотенце новую одежду положила, а Кадер даст старые вещи, нужно будет их постирать. Хорошо, я скажу ей. Ты доешь и вместе к нему ходить? Не надо. Мы же не во все места должны вместе идти, да? Ты иди, я приготовлю иду, потом приду. Я... Да вот не знаю. Кемаль. Прости меня, я не хотела так сказать. Просто иду я долго готовить, просто чтобы ты не ждал. Ладно, дорогая? Да не страшно. Кемаль, ну, что ты делаешь? Да ладно, я сейчас соберусь. Да не надо, ты не сможешь. Я все соберу. А сумка, ты не видишь, что ли? Из-за тебя она не готова теперь. Хотел сказать, как будет готова, Бахар? Что не так? Какая-то девушка и нас, и компания уничтожит. Хватит уже думать об этом. Ты и так не спал всю ночь. Я очень боялась, что с тобой что-то случится. А тебя это так интересует? И что это значит? Усман, если не ты, что бы мы делали? Что я без тебя буду делать, Усман? Я не могла подумать, что Ферде настолько далеко зайдет. Если бы я знала, что она принесла с ножом в спину, я бы выбежала перед тобой, чтобы защитить тебя. Дженейт, садись-ка поговорим. О чем будем говорить, отец? О том, что ты сделал этой бедной женщине? Бедной женщине? Так женщина подала на суд. Что я должен был сделать? Ее муж чуть не умер во время взрыва в нашей фабрике. А то я пошвырял и выкинул на улицу. Я дал обещание этой женщине. Все это вылезло из-за этой ужасной бахар. Я даже не буду ссорить с собой на эту тему. Если позвольшь, я пойду сдерживать свое обещание. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кузен? Светкомпанию? Я тороплюсь, Тунч. Секундочку. Дженейт. Я изучаю то, что вчера произошло во время церемонии. Фериде не связано с этим. Ты уверен? Я уверен, что это не Фериде. Но пока неизвестно, кто стоял за всем этим. Но я продолжаю изучение. Ты не волнуйся. Как я узнал, я тебе сообщу. Ладно, я жду новостей. Мне нам только она приходит, никто больше. Я тороплюсь. Увидимся. Всем доброе утро. Доброе утро. Дядя, у меня есть тебе интересные сведения. Ну что опять? Это связано с позором, который был вчера. Звучит музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фериде, что ты здесь делаешь? Ты же заболеешь, давай заходи внутрь Слушай, вытри слезы, а? Это я Илюль сделала Я клянусь, это я Илюль сделала Захотела опозорить меня перед Джинейтом Я знаю, Фериде Ты не обязана пытаться убедить меня в этом От женщины, которая заставила доктора написать документ, согласно которому она больна раком, можно ждать силу Как Джинейт не может видеть этого? Почему он мне не верит? Да и... Как он мог подумать, что я все это делаю ради денег? Меня ведь никогда деньги не интересовали Он поверил во всю клевету, которую бросали обо мне Он не видит все те игры, которые задевает Илюль А даже если видит, он сразу ее прощает Ты хочешь, чтобы Джинейт себя простил? Нет Просто я хочу, чтобы он увидел правду Мне очень больно, когда он обвиняет меня из-за клеветы Я не прощения хочу Хочу, чтобы он поверил мне Ты сделаешь это, Бахар Ты должна это сделать Ты сделаешь это Ты обязана Бахар Ты все еще злишься? Нет Я вовсе не злюсь Ты это сильно преувеличиваешь Ты говоришь, будто это обо мне Настоящий нервный человек здесь ты Да, ты права Немножко нервный я Но... Прости Кемаль Прости, пожалуйста, меня Я знаю, я нехотя очень грубо могу ответить Но все ведь навалилось друг на друга Ты все это знаешь Я уже просто не могу это вынести Ладно, единственное Тут ничего такого нет Давай не будем преувеличивать Давай Ты иди, не опаздывай Ладно Ты иди, не опаздывай А я тебя Что значит передает в Индиолу? Даже не издумай защищать ее передо мной Ферде даже не знает о случившемся, дядя Как ты, может быть, уверен во всем этом? У нас тоже свои источники? Ладно Тогда изучи все, как было И потом приходи ко мне Дядь, не волнуйся, я ее изучаю Более того, сегодня у меня будет встреча с несколькими людьми До вечера что-нибудь да узнаю Знаете, мы действительно зря читали ферде за вчерашний Эта девушка никогда не успокоится, ее нужно держать на поводу Но этого я не знаю Но на вечернем совещании я все раскрою Над нами тучи будто собрались Кто-то устраивает нам плохую игру, но Там, кто это сделал Кто меня, мою семью Кто в мою компанию давил такое состояние Вот попадется мне этот человек Твоими руками подожгу его Не волнуйся, дядя, найдем Я постепенно пойду С друзьями и с охраной нужно повидаться Посмотрим, что они мне скажут Увидимся Я тоже пойду У меня есть кое-какие дела И с господином Латышем отношения подпортились Даже не знаю, как все наладится Ты не расстраивайся Все наладится Главное, чтобы ты был здоров и был над нами Береги здоровье свое Я не знаю, Тарек Не могу же я заниматься всем Позвони Джонейту Спроси других начальников Что случилось, Ферман? Что это? Вот я секретарь холдинга Суд закончилось? Звони Ферману Материалы привезли Звони Ферману Хватит, а? Ферман Я понимаю, что ты зол на отца Но это... А что я не прав, Филдис? Такая жизнь нам подобает По мнению его Разве может такое быть? Папа знает, как ты важен для фирмы И наверняка он что-то придумал На твой счет Услан Козан рай своей выгоды Всех может уничтожить Но в этот раз он неправильно поступает Не с тем так поступает Геваль Брат Как дела? Все нормально? Пришел увидеть маму Сергею? Да Как, она все нормально? Да, нормально С доктором говорил Все в порядке Слушай, Кемаль Мне нужно кое-что у тебя спросить Спрашивай, брат Помнишь, госпожу Сехер? Ее муж пострадал В ходе взрыва на фабрике Да Заглянем к ней домой Ее там нет Мне нужно ее найти Последний раз Она была убирата Хочешь, загляни туда Ладно Выйду отсюда и пойду туда Ничего серьезного ведь не случилось? Что-то связано с судом? Да нет, сынок Просто переживаю Долгое время мы не уделяли внимания ей Ладно, брат Ты же знаешь, что суд с тобой никак не связан, брат Папа в последнее время зашел слишком далеко Да, Леус, я знаю Пойдем Кемаль ночью оставался здесь? Да Надо говорить так, будто ты и не знаешь Ему еще где-то можно остаться? Слушай Ну, вы вместе были вдвоем? Наедине? Андан Я понимаю, к чему ты пытаешься привести Но если ты не заметила Моя мама в больнице Да, ты права, ночная трущобная красавица Хорошо, что напомнила Она ведь спаслась таки благодаря мне, да? Андан Пожалуйста Могу я внезапно сказать ему, чтобы он ушел? Да и он заподозрит Да и ты не будешь этого делать? Главное, держись от него подальше Я держусь подальше Клянусь тебе, я держусь Но ты тоже пойми Это очень больно Да, хорошо, я дала тебе слово Что я расстанусь с Кемалем Но Мы умоляем Мы умоляем Пускай это будет не так Пожалуйста Давай скажу внезапно, и мы покончим с этим Пожалуйста, я не могу вынести Прошу, пойми Нет Нет, внезапно, значит? Мы же не могли продумать это, да? Ты же у нас самая умная тут, на деревне Даже не в думы со мной в игры играть Слышишь меня? Как мы с тобой договорились Так ты и будешь играть Ясно тебе? Хандан Ради Всевышнего Я тебя умоляю Да и Кемаль тоже не поверит Он не оставит в покое это дело Ты не понимаешь, что ли? Ты сделаешь так, что он охладит тебе Оторвешь его от себя Прошу Хватит уже, а? Слушай, издеваться не нужно надо мной Я не то, что твою маму лишу жизни Я клянусь, я и Бирата погулю Уложила Сехер спать Бедняжка Бледная вся А у тебя что за проблемы? Да нет, ничего мам А ты где? Опять в облаках питаешь? Да я думаю о тете Севги Да, Бахар А о чем ты думаешь, что тетя Севги? Слава Всевышнему, она вышла из операционной? Да, вышла Но как ей сделали операцию, я понять не могу Ну ладно Сынок Вместо того, чтобы думать о нас Ты лучше подумай о наших проблемах Как мы будем уплачивать этот большой долг? Слушай, мама, нет никакого долга Не волнуйся, это мой долг Я так или иначе выплачу его Как это не думать? Мы говорим о 150 тысячах Ты чего? Сынок Не знаю, что ты там наделал Напридумывал, но Надеюсь, у нас из-за тебя не будут проблемы, сынок Очень надеюсь Вот, возьми Смотри Посмотрим, что ты увидишь Ну как? Понравилось? Нет Бират бы этого не сделал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ради Кемали ты, можно сказать, была готова рискнуть жизнью своей мамы. Что думаешь, только ты в жизни полюбила, а? Бират все это сделал для тебя Но сейчас ты поняла, как сильно он тебя любит? Красавица, так эти дела и работают И я ни капельки не шучу Я тоже ради Кемали, знаешь, я намного готова И всех могу уничтожить Не пожалей ни Бирата, ни маму твою А сейчас скажи-ка мне Ты ведь сдержишь слово, да? Превосходно Начнем с того, что расшатаешь ее гордость Не знаю, как ты это сделаешь, но придумай что-нибудь Меня это не волнует Например, попроси у него деньги Сейчас у него, наверное, их нет Ну, не знаю, что-нибудь сделай Ладно? Ладно Раз ты этого хочешь, я это сделаю Главное, чтобы ты Держалась подальше от моей мамы и от Бирата Какая ты молодец Умненькая девочка На всякий случай, госпожа Дюйган Вы подготовьте документ, ладно? Назош, моя грубоглазая Я решила посмотреть, где ты живешь Ну и правильно Ну и мне есть что тебе сказать Проходи Добро пожаловать Здравствуйте Пускай Всевышний будет доволен вами, господин Атеш Вы нашу девочку взяли под свое крыло Дали ей работу еще Мой ангелочек, она единственная такая Единственная, очень наивная Не смотрите так, на нее наклеветали Назош Я думаю так же, как и вы, госпожа Назире Фериде Самый ненужный человек на свете, которого я знаю Ладно, мне нужно выходить Будем на свете Хорошего дня Хорошего дня Боже мой Какое прекрасное место Это Дум Тунча, я здесь временный гость Присаживайся Ну, будешь что-нибудь пить? Сделать тебе кофе Да, можно Выпью кофе от молоденькой девушки, а от тебя? Я сделаю средний Да, да, да Тунча меня удивил Длинный парень вполне-таки взял хлеб под свою опеку Да Потому что она видела, что я невиновна Джанет не смог это видеть Но Тунча видел Ну, а что ты мне собирался рассказать? Фериде Помнишь вопрос с тем, что Эйлюэль врала, что она больна? Да Это госпожа Зухра сделала Что? Для сгоряющей фабрики нужны материалы для начала реставрации Ты узнал о том, что случилось вчера, да? Да, узнал Если бы ты был здесь, этим проклятым диском занялся бы ты И это бы с нами не случилось Почему? Не было Эйлюэль на месте? Что это значит? Ну, это ведь ее правильность Мне кажется, вам нужно отчитывать ее Боже мой Слушай, тебя никто не отчитывает Я сказал, что если бы ты был здесь, то такое бы с нами не произошло бы Да, вы правы Кстати, это срочно Ладно, мама, я скажу, не волнуйся Ладно, увидимся Мама Переживала за тебя, просила, чтобы я передал тебе скорейшее выздоровление Спасибо Кемаль Сынок, мне так надоело уже лежать Может, немножко привстать? Ладно Давай Мамочка Я пришла Добро пожаловать, доченька Как думаешь, что я тебе принесла? Еду сделала Правда, не стоила на ровном месте Да и как ты это принесла внутрь Ты разве не сказал, что тебе надоела больничная еда? Да и я принесла овощи Алло Ладно Мамочка, я чуть скоро приду Ладно Пойду тоже посмотрю Дядя Ихсан Пожалуйста, ну потерпи немного, дай нам времени У нас много проблем Маму только вчера была операция Пару дней мы выплатим, правда Алло Господин Ихсан Алло Хозяин дома? Да, просит деньги за аренду Не дал времени? Опасать только на несколько дней, но завтра обязательно требует Я найду Не волнуйся Кемаль, как ты разберешься с этим? Я разберусь Кемаль Сначала нужно честь того, чтобы растрясти его гордость Ну, например, попросить деньги Кажется, сейчас у него их нет Ну не знаю, что-нибудь сделаем, мне плевать Алло, Берат Можешь говорить сейчас? Субтитры создавал DimaTorzok